Завет и культура. Как христианство изменило мир и продолжает его менять. В наших встречах есть определенная последовательность и определенная логика от рождения до смерти и воскресения и вознесения Христа. И мы смотрим, как эти события влияют на человеческую историю. И я хочу повторить вам еще раз ту мысль, что Священное Писание отражает особого рода события. Мы их можем назвать архетипическими или матричными событиями. Такие события, которые повторяются в жизни Церкви, повторяются в жизни каждого или многих из христиан. Это своего рода точки бифуркации в судьбе человечества, ну или в личной судьбе каждого человека. И последние наши встречи посвящены последним дням земной жизни Иисуса Христа. И вот в частности мы говорили о том, что сделал Христос, когда Он вошел в Иерусалим. И почему необходимо было завершить свою земную жизнь именно в Иерусалиме. Потому что Он входит в самое сердце, самое передовое на то время религиозные общины. Именно для того, чтобы подвести итоги, показать, что есть общего у христианства с ветхим заветным, с ветхим заветным иудаизмом. В чем существо Нового Завета. И завершили мы нашу последнюю встречу рассказом о том, что произошло на так называемой Тайной Вечере. Теперь начинаются страсти Христа, которые заканчиваются Его земной смертью. И это тематика наших ближайших трех передач. Собственно, страсти отождествляются в первую очередь с таким эпизодом Священного Писания, который отображается у евангелистов как Гефсиманский сад или Гефсиманское оборудование. И оно и будет в центре нашего сегодняшнего разговора. Но чтобы понять, что там происходило в Гефсиманском саду, и, собственно говоря, далее, мы должны вернуться к самому началу наших бесед с вами, когда мы говорили о рождении Бога от Девы, от рождения Бога от человека. И я обратил ваше внимание на то, что великие духовные традиции, такие как ислам и иудаизм, которые основаны на вере в единого Бога, Творца мира, Бога-судью справедливого. Тем не менее, они признают вот этого краеугольного факта христианской веры. Я обратил ваше внимание на то, что здесь есть определенная логика, потому что человек вообще в конечное бытие, в конечное существование не может вместить Бога. Но у христиан есть свой ответ. Нет, этот ответ выражается греческим словом кенозис, самоограничение. Бог действительно ограничил свою вездесущность, ограничил свою божественность для того, чтобы приблизиться к человеку. Зачем это необходимо? Это нужно для того, чтобы спасти человека, потому что сущность греха заключается в разлуке человека с Богом. Поэтому, чтобы спасти человека от греха и, как следствие, от смерти, необходимо восстановить эту связь. Эта связь восстанавливается синергийно, но инициатива на стороне Бога. И вот таким соединением божественного и человеческого в одной личности является сам Иисус Христос. И вот этот фон божественного самоограничения и в то же время и человеческого самоограничения, ограничения человеком своей похоти к тому, чтобы жить и быть самостоятельно. Вот, как бы, гефсиманское борение и то, что происходит в момент Священного Писания, которое мы обозначаем понятием страстей христовых, лучше всего демонстрирует нам это. Но хочу обратить ваше внимание на то, что, собственно, начало страстей, оно уже на самой Тайной Вечере происходит. То есть прежде чем выйти вот в гефсиманский сад, поток кедрон, мы видим такой феномен, как предательство одного из апостолов, предательство Иуды. И, знаете, это отдельная тема, можно на нее сделать отдельную передачу, но мы только вкратце затронем ее. Ни в одной мировой религии нет такого персонажа, как Иуды. И разнятся трактовки, в том числе и трактовки в самом Священном Писании, почему он сделал это, говорит, из-за жадности, из-за зависти, кто-то говорит для того, чтобы как бы возбудить Христа на то, чтобы реализовать чаяние еврейского народа, чтобы он явил свою силу, тот человек, который из мертвых поднял Лазаря, чтобы он явил свою силу и, наконец-то, поднял восстание и сверг владычество римлян. Но мы видим, что Священное Писание вполне однозначно говорит, что в него вошел сатана. Мы видим также, что Христос избрал его. Он был один из избранников. И мы видим, что Христос знал, что будет происходить. Делай, что задумал. И сам Иуда спрашивал, не я ли предам тебя? Я думаю, что здесь остается какой-то момент тайны. Все-таки для нас. Но на что надо было бы обратить внимание? Что Бог спускается в пучину, в поток человеческого существования и принимает на себя все условия такого существования. Болезни, страдания. И в том числе такое страдание, как предательство избранных тобою друзей. Ведь он говорил, что я не называю вас больше рабами, моими слугами, я называю вас друзьями своими. Умыл ноги своим ученикам, и Иуда был в числе этих людей. Действительно, познание предательства – это очень тяжелый опыт. И что значит познание? Ты должен либо сам предать, либо тебя должны предать. И вот мы видим, что Бог и в такой опыт человеческого существования тоже входит. Мы также видим, что Иуда – это своего рода символ худших сторон ветхозаветного иудаизма. Тех сторон, за которые Христос критиковал книжников, фарисеев, саддукеев. В конечном счете, получается, что религия, даже самая совершенная религия, заслоняет от человека Бога. И Иуда – это тот символ разрыва христианской традиции светхозаветной. Но в то же время мы увидим, что есть и моменты соединения. И я хочу обратить ваше внимание на то, что не только Иуда предал Христа, но и все апостолы побежали, каждый из них рассеялся в свою сторону. Может быть, это не было такое предательство, как у самого Иуды. Но ведь и ближайший из апостолов Петр тоже трижды отрекся от Христа. И мы видим, что Христос это предвидит практически в тот же момент, когда предвидит предательство Иуды. Можно сказать, с кем же тогда работать Богу? Ну, другого материала у него нет. Церковь состоит из больных людей, которые выздоравливают в процессе приобщения внутри церковной жизни к Богу. И вот, собственно, Гепсиманское варенье. Входит в Гепсиманский сад. Это тоже есть некий такой символ. Ну, считается, что это место, где холили, откармливали, готовили жертвенных животных. Потому что мы знаем, что ветхозаветная религия, как и другие религии, требовали пролития крови, как некого символического действия, такого ритуального. Такая кровь будет пролита самим Христом. Обратите внимание, кого берет с собой Христос в Гепсиманский сад. Не все ученики идут туда, но только те, которые видели чудо его преображения на горе Фавор. Петр, Иоанн, Иаков. То есть, в каком-то смысле, это ближайшие из 12 апостолов. Почему так? Потому что совершенно уникальные страницы мы видим впервые, что Христос, который всегда был, ну, не то чтобы воином-победителем, но всегда был, торжествовал над всеми обстоятельствами жизни, повелевал водом, изгонял бесов, исцелял прокаженных. И здесь он стал ужасаться и тосковать. То есть, это единственное место в своем роде, единственное уникальное место в священном писании. И он молится, моление о чаше, это и картины есть, и иконы. Вы легко можете ознакомиться с ними в интернете или в музеях, в церквах, если будете посещать. Он просит отца, что пронеси эту чашу мимо меня. И трижды просит, и трижды да будет твоя воля. Все-таки я не хочу, но хорошо, пусть будет твоя воля. И в данном случае не надо забывать, что ведь существо греха, человеческого греха, это своеволие. Это изменение вектора человеческой воли из синергийного действия вместе с Богом в моноэнергийное, когда человек действует самостоятельно. И для того, чтобы полностью исчелить человека от такой болезни, как смерть, необходимо полностью своеволие искоренить. И мы видим, Святой Дух показывает через евангелистов, что это было нелегко самому Иисусу Христу. Здесь мы должны вернуться назад снова к искушениям Христа в пустыне. Дьявол искушал его тогда, и это были борения, но тогда Священное Писание. Ничего не показывает нам из внутреннего мира Иисуса. А здесь он показывает и говорит, что потел и пот, как капли крови. И мы сейчас знаем такое выражение «кровавый пот», например. Но это выражение вошло в русский язык и в другие языки. И, конечно, из Священного Писания мы порой не осознаем, насколько наш язык, и, соответственно, наша культура, поскольку язык – это такой базовый символ любой культуры, насколько он насыщен христианскими символами и христианскими смыслами. И идут дискуссии, они не прекращаются. Почему же все-таки так страдал Иисус? Страдал ли он так только, как человек? Или в нем в то же время проявлялось и божественное страдание? Ну, ведь мы считаем, что Бог бесстрастен. Если мы говорим о человеческой составляющей его страдания, здесь все понятно. Когда мы хотим пойти к зубному врачу, мы задумываемся, может быть, нам отложить следует эту операцию, может быть, она даже совсем примитивная. А здесь понимают, что сейчас его будут пытать, и он должен умереть одной из самых мучительных смертей, которые, в принципе, изобрело человечество. И можно принять эту точку зрения, и нужно даже. Но есть и другая позиция. В частности, русский философ и богослов Сергий Булгаков о ней писал, что Христос в данном случае проявляет не только человеческую страсть, но и божественную. Хотя мы привыкли думать, что Бог бесстрастен. Можно так сказать, что бесстрастен Бог, о котором пишет Аристотель или другие философы. Этот Бог действительно бесстрастен, но он просто мыслит мир и тем самым дает этому миру существование. Но в чем же божественное страдание могло проявиться? А в том, что сама сущность смерти связана с грехом, а Богу отвратителен грех. И означает это, что если Сын Божий испытывает смерть, он входит в некое состояние, в некую духовную сферу, которая крайне неприятна Богу, в том числе Ему, как Сыну Божьему. Но речь будет идти о сошествии в ад, о нем будет у нас отдельная с вами передача об этом феномене. Но можно предположить, что Христос испытывает величайшие страдания, которые когда-либо были. Причем испытывает их добровольно, потому что он не совершил никакого греха. В конечном счете, моление о чаше заканчивается тем, что он твердо решает двигаться в направлении воли Божией. И в этот момент появляются стражники, которых привел Иуда. Символическая цена, за которую он продал Христа, это цена раба. Очень небольшие деньги, штраф за убитого раба такой был. За такие небольшие деньги придать учителя, сложно сказать, либо это жадность какая-то, либо это действительно желание каким-то образом стимулировать Иисуса Христа на движение против римского владычества, на тот путь его направить, на который многие иудеи хотели бы, чтобы он вступил. Мы знаем тоже, по Цеулу Иуды вошел в христианскую культуру, не только в русскую, как некий феномен. Что вот часто мы тоже ведь христиане, целуемся друг с другом, приветствуем, но не предаем ли мы при этом по каким-то важным вопросам друг друга, следует заметить. Потому что события, о которых сообщает нам Священное Писание, еще раз повторю, то есть это такой парадигмальный характер для жизни христиан, для жизни Церкви. Вот оно, предательство Иуды, и мы видим, что ученики хотят вступиться за Спасителя. Петр извлекает меч, даже отсекает ухо одному из рабов-первосвященников. И мы в каком-то смысле здесь сталкиваемся с реально последним искушением Христа, не в том примитивном смысле, как известный режиссер в своем фильме пытался нам изобразить. Потому что что отвечает Иисус Петру? Он отвечает, вложи свой меч в ножны, потому что всякий взявший меч мечом и погибнет. Зло умножает зло. И более важная часть ответа, в данном случае Иисус не просто говорит, что давайте не сопротивляться злу насилием, как там Лев Толстой призывал. Мы можем сопротивляться. Неужели ты думаешь, что я легионы ангелов не могу от отца своего призвать? И можно сказать, что это такое последнее искушение, искушение всем могуществом. Мир мог бы быть уничтожен. Что значит легионы ангелов? Это своего рода конец мира, легионы крылатых ракет, ядерная война, в результате которой может уничтожиться галактика. Но в отличие от этого Христос совершает свое последнее земное чудо, предпоследнее, если под последним чудом понимать, собственно, воскресение. Он восстанавливает отрубленное ухо, вместо того, чтобы призвать легионы ангелов. Мы видим, что выбор сделан. Этот выбор заключается в том, чтобы ограничить и свою человеческую похоть к самобытию. И Бог ограничивает свое божественное всемогущество, ограничивает свой гнев для того, чтобы человечество даже в лице таких недостойных людей, как проявили себя ближайшее окружение Христа, были спасены. И, собственно, с этого начинается суд над Иисусом Христом. Но это отдельная тема, которая войдет в историю, и она достойна отдельной встречи. Спасибо за внимание.